Стадион Спартак, что в Октябрьском районе. Большая стройка здесь началась еще в начале весны. Рабочие реконструируют арену. Спортивное сооружение было в плачевном состоянии. Почти за век здесь ни разу не проводили ремонт. Посмотрим. Мы вначале вот ходную группу посмотрим, учитывая, что здесь уже другие сроки были приедены. Проверясь ход работ, приехал и Вячеслав Володин. Увиденным спикер Госдумы остался недоволен. Его возмутила медлительность подрядчика. Плоскостные сооружения были сделаны вовремя. Их провели в рамках благотворительного проекта Володина. Городские чиновники взяли на себя ответственность за работы по входной группе. Строители уже не успевают. Можно же было синхронизировать. Я не говорю уже о том, что к сентябрю. Можно было бы сделать в октябрю. А сейчас получается так, что все это отодвигается на пыл от мороза, грязь. Это все будет некачественно выполнено. И мне непонятно, почему, понимая, что этот объект мы с вами строим и реализуем, свою часть вот так вот взяли и оттащили как можно дальше. Закончить ремонт на входе стадиона строители обещают к зиме. Политика такой расклад не устроил. По его словам, многие работы нельзя будет уже проводить. Заявил о срыве графиков не только со стороны подрядчиков, но и самих чиновников. Приходится ее сначала сваливать сюда, а потом уже в следующем. Но вам придется ее все равно оттуда выгребать. А вот посмотрите, в следующем раз, где он с граблями ходит, там уже все выбрано. Это вы директор, сказали? Заведующий, да. Заведующий, да? Да. Ну и как вам хозяйство? Лучший стадион будет в городе. Да? Спасибо вам большое. В четырех километрах от «Спартака» другая футбольная арена – «Волга». Стадион также реконструируют. Это завершающий этап. Строители возводят новую трибуну и спорткомплекс. Старое здание разобрали. И здесь отстали от запланированного графика. Работы должны были завершить еще к первому сентября. Продлились на месяц по нескольким причинам. То есть мы меняли конструктивные решения по перегородкам. Вырезали у нас работу по подпорной стене. И чтобы дать спортсменам заниматься спортом, мы данную площадку обвязали, работали. Мы делаем все для того, чтобы сохранить финансирование, завершение строительства этих объектов. Это деньги привлеченные, спонсорские. Понимаете, о чем речь идет? К ним надо относиться трепетно, чтобы и качество было, и сроки были. Но не надо сейчас уже, учитывая, что вы и так вышли из графика, гнать эти сроки с тем, чтобы потом ремонтировать это. На это денег у нас нет. Как и на «Спартаке», реконструировать «Волгу» начали после обращения жителей. Горожане попросили Вячеслава Володина привести сооружение в порядок. Политик помог найти финансирование.